Мазур Посмотри цифры, что отбежали Кого называют, сразу поворачивайте Кого называют, сразу поворачивайте Кого называют, сразу поворачивайте Кого называют, сразу поворачивайте Продолжение следует... 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 Не получали... Продолжение следует... 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 А то, что вместе, говорится, грешили, это ничего. Бог простит. Грешите дальше. Ну и все. На этом все. Но в среду, в четверг, была служба в Завьялово, где живет сестра Виктора Николаевича Савченко. Она прихожанка этого храма. Там отец Александр, хороший батюшка такой он, тихий, но он болящий как-то, он все это болеет больше, но такой хороший храм построил. Она там много трудов, тогда я знаю, как храм строить, тем более, храм настоящий храм построил. Много это трудов надо, много ночей он не спал, это точно знаю. Была там, значит, служба архиерей и там, значит, священники. Там все были, Мамонтовский, Романовский, ну и близко лежащие с ним, которые... Я не знал, что он там служит. Но во второй половине дня мне звонит Ольга. Ох, батюшка, что же я наделала, что же я наделала, как же я это теперь, это вот ты... И я вот, значит, неосторожность имела. Какую же ты неосторожность? Я говорю, я уже понял. Ты что, говорю, епископу ножку подставила, что ли там? Ой, да нет, нет, это страшно, что я наделал. Ну, что ты наделал? Ну, когда выходили из храма, здесь всех богословлял, я подошла под богословение и хотела заступиться за Нину Александровну, сказать, Владыка, ну помогите. У нас вот сестра переехала с Барнаула в Клочки, и вот она уже год на улице молится, батюшка не пускает ее в храм, только потому, что она не отрекается от духовного отца своего. И тот, кто ее крестил, отрекись, тогда запущу в храм. Как, говорит, он сразу сменился с лица и говорит, вот пусть она, значит, отрекется от Лапкиных, вот это еретики, там раскольники и прочее. Да. Ну и здесь, говорит, пошли, и все. Я, говорит, сразу, говорит, это что-то, там она, ну, разволновалась, там ушла, там и все. Ну а потом-то я уже узнал, за трапезой, когда была трапеза, архиерея, священники, то за трапезой там еще много говорили, значит, беседа была про нас. То, кто мы такие, там и хулители церкви, и прочее. Узнал это он все, по-видимому, от Чернодырова этого, Чернодаров или этот, Лачковский. Он говорит, что мы не почитаем иконы, креста нет у нас, иконы не почитаем, там, ну и прочее, и прочее, что там мы, значит, плохо там, Игнатий Терешев, о священниках говорит, плохо, они хорошие, о них плохо говорят. У нас когда была беседа, мы беседовали в Шиме, ну и вот кто-то там завел, а я ему говорю, Библия лежит, я говорю, на, отец, покажи, вот во всей Библии найди, где Господь хорошо говорит о священниках. Хоть одно слово, найди где-нибудь, одно место. То Господь хвалит, какие хорошие пастыри, священники, какие хорошие, как вы хорошо пасете, не жалеете живота своего ради овец своих. Найдите хоть одно место. Ну, что они найдут, когда нет этого? Нет. Ну, а почему вы, что если сказал Игнатий Терешев, что не так мы делаем, исполняем небрежно свое дело? Что порой бываем не просто пастыри, а как волки делаем это. Ну, как это, представьте, я такого не срывал, да и никто от кого со священником, мы не срывали такого, чтобы заставлял отрекаться от духовного отца своего. А он и Ольге-то, Владыка, говорит, ты, говорит, сделай выбор. Тоже отрекись от Игнатия Тихоновича. Она говорит, как же отрекись? А от него, говорит, услышала Слово Божие. Я через него, говорит, веру во Христа. Если бы не он, я бы, говорит, в церкви не была, я была в миру, говорит, сейчас. А ради как же я могу отречься, Владыка? Ну, делай выбор. Вот тебе, значит, размышление, делай выбор. То есть, если ты не будешь, то будешь тоже на улице стоять. Ну, вот такое, значит, случилось дело. Оно ничего здесь и нет. А она-то расстроилась. Она говорит, все, это он, наверное, вроде... А он еще сказал, что о нас вроде бы решается вопрос в Москве. И она это приняла так, что, значит, меня саны лишат. Я говорю, за что ты, Оля? Успокойся. За что саны? Саны один епископ решить не может. Епископ может рукоположить священник. А чтобы саны лишить, он не может один. Это должен быть только там, сенот там или благословение других шесть. Шесть архиереев. Ну, сейчас не шесть, будет там и три, но один он не может. Как бы из-за Ольги, да? Никак. Как бы из-за Ольги она так решила, да, что вас лишатся? Но от того, что все это открылось, и заранее еще, что мы никакие не православные, лже-православные там, ну и прочее. Я не буду говорить, может быть, там что-то до слова. Ну, короче, мы не православные там, эритики, раскольники. Вот и все. Вот такое было, значит. Я пригласил два раза. В прошлом году приглашал. Но в прошлом году он оказался, что нет машины. Я потом к метаполиту. Так я, говорит, ему машину подарил или купил. Как-то в долг дал. Машина есть. Не поехал в прошлом году на престольный праздник. Я приглашал. Также приглашение посылал. Не приехал. В этом году два приглашения посылал. Все. А где-то там в интернете высказываются они, что будто бы мы не идем ни на какие контакты с ними. Обосабливаемся и не хотим иметь с ними общения. Ну, вот такой. И когда были на трапезе, говорит, он священникам строго-настрого запретил, чтобы не ездили ко мне и со мной не имели никакого общения. Значит, в этом будет следить. А все, кто будет, значит, он будет наказывать священников за это. Ну, вот так вот. Ну, а который там положенный, говорит, ну, что ж теперь. Я хотел приехать, говорит, ну, а после этого как, говорит, уже ехать? Все это. Никак не поедешь. Как его зовут-то Славяновского? Всеволод. Всеволод. Помолитесь, чтобы Господь... Дал ему разумение, чтобы слушал он не наушников, лжи свидетели. А чтобы, ну, лично. Не может проезжать нас... Вот каждую неделю, считай, проезжать. Нет, ну, 15 километров, чтобы заехал бы, посмотрел бы. Что это за... Там живут за такие звери в этой деревне. Ну, посмотрел бы. Ради интереса даже человеческого. А это значит, ему не интересно. Видно так, что даже не интересно совсем. Что это за люди? Чем они живут? Как живут? А если как он добрый пастырь, епископ, да, это же овцы. Они заблудились, находятся в заблуждении. Ну-ка я поеду, да с ними поговорю. Может, их на путь истинный направлю? Да, да. Да. Дуэта в это нет. Даже нет желания в это заехать. Что? Боится скверниться, отдаться или что? Ну, если в тебе истина, а у нас нет истины, так наоборот должны мы поехать и поратывать за это. Вернуть на путь спасения. Нет, никак. Зовем, приехали. Господи, все почтение оказываем. Нет, нет. Ну, вот такое пока, такое отношение. Ну, все может резко измениться, потому что... Конечно. Говорит, не 12 часов во дне. С утра было так, как вечер бывает, потеплеет. Ночью мороз, все померзло. Был мороз. А днем опять 20 градусов тепла, опять все зазеленело, все завеселело. Поэтому так. Ну, значит, архиерей будет, там батюшки, может быть, какие-то будут, барнаульские, кто приедет. Так. Думаем, что... Готовимся. Встретили. Пригласили мы там и администрацию, пригласили районную, местную администрацию, людей, которые нам помогали первые года. Некоторые уже умерли, которые нам были, нам содействовали к нам в том, чтобы нам как-то... Ну, легче было начать там жить. Помогали люди. Помогли. Или не мешали. Но, которые не мешали, да, и это очень важно, Виктор Андреевич. Что они мешали, это очень важно. Когда приехал первый секретарь райкома, Куфаев, Александр Алексеевич был. Это где-то, наверное, он приезжал примерно в июле месяце. Смотрю, Черная Волга пришла, там несколько человек вышли, и вот он это... Давай он уговаривает. Не стройте здесь. Мы вам дадим квартиры, если надо. А кто были? Я и Виталий Густина. Еще он приехал, тоже там хотел строиться. Мы вам дадим квартиры, где хотите, там, в Корченов, в Катниково, в Ермачихе, в Гришинске, в любой деревне. Выбирайте, квартиры хорошие дадим вам, и работы там есть. Только не стройте. Я говорю, мы приехали домой. На родину. А один из них, мы тогда не знали кто. Они ушли как-то вперед там, а он отстал, этот, небольшого росточка такой, и подходит, руку жмет. Мужики, держитесь, держитесь, вы хорошее дело начали, держитесь, не уступайте. И пошел опять. Он в следовании был. А это был, оказывается, он депутат сессии и председатель сельсовета станции Корчена. Писарев. Вот. Как его? Писарев. Как звали, не помните. Иван Николаевич, наверное, что ли. Сейчас даже, чтобы... Иван Николаевич, наверное, писарев. Он. Держитесь, мужики, значит. Ну, а этот секретарь райкома, мы пошли потом там в пруду, он говорит, вы понимаете, я ничем не могу вам помочь. У нас, говорит, в районе, там в детском саду, там крыша бежит где-то отремонтировать, не может, там школу надо ремонтировать. А денег-то нету, говорит. Вот, естественно, 91-й год, талоны еще были. Нет ничего, я ничем вам не могу помочь. Даже, если бы я и за, как бы был, я не могу ничего, никакой помочь. Я говорю, окажите самую такую помощь, можете оказать. Да какую? Ну, не мешайте ради Бога. Он руку поделал. Вот это я вам обещаю. А 19 августа партию-то всю прикрыли уже. Все. Закрыли. Прошло лет, наверное, 8-10 примерно. Он работал в то время, был заместителем губернатора по сельскому хозяйству. И он как-то туда проезжал или как-то заехал. Ну, и опять мы прошли, все посмотрели, в храм зашли, в школу. И я повел его на то место опять, к пруду-то, где он, да, много вы сделали труда. Труд такой, и вы так, это молодцы. Но я говорю, в селе, когда я говорю, это благодаря вам, Александр Алексеевич, вашей помощи. Он так сказал, что вы, да какая вам. Ну, а как вы помните, обещали, что не будем мешать нам. Он, ну, не помешали, я говорю, нет. Вот благодаря этой вашей помощи у нас все это и совершилось. А если бы не было этой помощи, то ничего бы не было. Ну, и все, он осмотрел все и уехал. Потом, я не знаю, что-то там, как-то у него там. Началось вроде против него что-то там какое-то это дело там воздвигали. Сейчас он сидит. Ну, я не знаю этого даже. Ну, вот так вот начиналось. Так было у нас что-то. Много было помощников такие, которые сегодня эта помощь, на сегодняшний, это, ну, знаете, скажите, какая это помощь, это так вроде. А в то время для нас это было, представьте, приходят два самосвала и привозят нам полные нагруженные деревянных ящиков. Ящики из-под водки, там, из-под обуви деревянные. Там, ну, нет, такие дощечки, там, это все. Как вывалил. А у нас еще нету ничего, ни одной доски нету. Вот это да, а кто привозит? Мужики, а что платить? Ничего нам сказал директор там этой торговой базы. Вот. Привезти и все вывалить. Я говорю, что ничего нету. Сказал, вывольте, приедите, вывольте. Ну, они вывалили нам два этих зила. Полные были. Вот вы тогда эти ящички давай разбирать, гвоздики выпрямлять, там, сарай давай строить из этих-то. Солому нет мешать саманам. Смотрим, скорчено зоотехник. Рапчевский такой был. Сейчас он, мама, там живет. Привозит там два сеновоза солому. О, теперь у нас солома есть там. Глину теперь мы топчем, мешаем. Кирпичи начали делать уже. Все. Вот. Приехал, и какой-то молодой человек приехал такой, мне показалось, рослый такой, здоровый такой спортсмен. Какой на УАЗике приехал, думаю, какой-то большой начальник. Он подходит. А мы мешаем этим, топчем сапогами. А что вы делаете-то? А еще, значит, что вы делаете-то? И на себе другие там братья тянут из околка, спиленную там осину, куда-то там ложить надо было. И на себе веревками ее тянут. Троем там, четвером тянут. А что же вы это делаете такое? Ну, как делаем? Так, а почему? Так, я говорю, лошадь обращался, на урывки не продали, в Корчино не продали, нигде нету. Ну, и даете вы, говорит. А это директор был совхоза Катниковского, Валерий Григорьевич Игонин. Ну, я не знаю, это было, наверное, четверг. В воскресенье мы отмолились, а молились там, где сейчас Глузков живет, там была деревянная такая, сделана как столовая, было мы там. А молились в палатке, помолились, пообедали. В воскресенье отдыхаем. Смотрим, на верхом, на лошади какой-то человек приехал в седле, спрашивает меня, где такой-то? Я говорю, я. Он слазит с лошади, мне дает повод. На, это лошадь вам велели передать. А седло мое, седло я забираю. Седло снял. Я говорю, кто? Ну, директорство. Я говорю, так что, я ничего не знаю, мне сказали отвезти вам и передать. Лошадь изумруд. Был мерен такой, спокойный, хороший. Ну и все. А потом через две недели он сам приезжает, привозит нам квитанцию. Ну, продали как мясо. Мясо, 300 килограмм. Мясо, конины нам продали там, порубились. С чем-то 10 или что там. Падаешь. Вот, ну, такое мясо. Третьего сорта, может быть. Ну, и вот у нас уже есть лошадь. Мы стали теперь на ней и глину топтать, и бревна таскать. И уже все это делать. У нас получилась лошадь. Вот такие были помощники нам еще. Однажды я пошел, нужно было бензин, керосин. Где бензина, керосину надо было, потому что у нас же не было электричества. Нужно было свет, лампу зажигать и фонари. Летучая мышь называется. Ну, к директору этого нефтебазы зашел. Вот. Андрей Алексеевич Козлов. Он такой полный. Сидит. Ну, познакомились, все поговорили. А он, оказывается, еще стал... Так я помню, я учился в одном классе, говорит, с сестрой. То ли он с Ириной, что ли, с Ириной, наверное. Он в одном классе учился, говорит. Помню, говорит, это. Все. Ну, и разговариваем с ним. Это, я говорю, от леса у нас досок нет где-то бы достать. Не успели, вдруг заходит, дверь открывается, и заходит мужчина такой, тоже в галстуке. И сразу с этого, ну, там, здорово, и матом. Это просто мат, это, как, добрый мат, ага, приветствует. А вот этот сразу сидит. Ты, не матерись, у меня батюшка сидит. Нельзя материться, это грех. То, ну, извините, так это. И он сразу у него, а это был директор шарчинской птицефабрики. Он его сразу, так, у тебя есть пиломатерик какой? Он, да, есть, но он такой. Так, ну, ты можешь ребятам продать, там, километров пять хотя бы лет? Ну, его, знаешь, его, говорит, надо выбирать. Ну, они выберут. Ну, ты продашь или не продашь? Он, ну, продам, конечно. Чё ж там это? Ну, ты там сделай так, чтобы, говорит, это, ну, подешевле, у них нет ничего, говорит, на голом месте. Ну, ладно, говорит, сделаем. Всё. Ну, и мы поехали, там, с Давидом на велосипедах, там, навыбирали, а там береза и осина было. Ну, мы навыбирали, на тракторную тележку погрузили. Вот, ну, там, замерили, сколько, видите, в бухгалтерию выписали, там, кубометров шесть. Чет-то по рубль сорок, что ли, там, кубометр. Ну, как дрова, отходы, там, он выписал. Ну, она действительно, доски-то такие, они куда следует на хорошее не годятся. А нам-то они, там, сарай делать чего-то, на опалубку. Ну, и тракторист, когда привёз, тракториста привёз нас, ну, я думаю, дать-то сколько-то надо же, тракторист ехал 25 километров, это вёз нас там по местной дороге, это, думаю, как-то отблагодарить. Ну, я, это, что-то там на скрёб, да ему это даёт. Он, а вы где живёте? Я говорю, да, ну, вот здесь. Так у больше ничего нет. Я говорю, нет, ничего, мы только начинаем. Я говорю, подожди, я тебе там, он рукой махнул. Пошёл ты, трактор развернул и газанул и уехал. Ещё нельзя. Вот так вот были такие, так начинание было такое. Первую зиму один. А ведь запрещали, ни в коем случае нельзя было зарегистрировать. Уже в октябре месяце собирается сессия в Корченых депутатов. Я на сессию. Первым выступает депутат, директор совхоза. Говорит речь депутатам, что если мы проголосуем за то, что была Потеряевка, то все фонды уйдут в Потеряевку. Какие фонды? Там ничего не было, это фонды какие-то там у них. Откуда-то брались? Уйдут туда. Ну и, конечно, все депутаты проголосовали против. Ну что, против, всё. Ну, прибрались мы всё на это. Я где-то в декабре, наверное, поехал в Москву. Дома оставил, там Валентина приехала, сестра, по хозяйству. Потому что у нас корова была, уже там поросёнок купили. Мы там уже какую живность завели. Ну вот, поехал я в Москву. Там был у нас знакомый нам человек. Он был депутатом в то время. Отец Глеб Якунин. Батюшка, тоже он диссидент. Сидел он, наверное, до восемь сидел в этом лагерях. Мы с ним созвонились. Он сказал, во сколько приходить туда. Он выписал пропуск. Нету, а так просто не зайдёшь. Пропуск выписал. И провёл меня. И повёл он там по кабинетам, по этим, по комитетам. Меня, значит, везде оставил заявление. Все удивлялись. А почему не разрешают? Ну, не разрешают и все. Не разрешают. Ну, ладно, уехал я уже, а потом где-то, наверное, в конце января собирается сессия и вновь приглашают меня. И теперь мнение депутатов изменилось, и все проголосовали за. Уже никто не выступал против, все проголосовали за. И мы в марте месяце получили уже документ из Краевого Совета за подписью Сурикова. Он был тогда председатель Краевого Совета. Не губернатор еще, а потом он же губернатором стал. Вот, Суриков Александр. Александр Иванович. Александр Иванович. Да. И вот получили, что документ восстановить поселок потеряется. Теперь уже у нас, значит, мы уже, как бы сказать, официальные жители этой местности стали. Все. Ну, конечно, помогали здесь и другие. Здесь Игнатий Тихонович суетился прилично в городе. Там такой был Шуба. Там тоже депутат помогал. Там и другие. Света не было. Я не помню, Пасха была в какое время, но Пасха была ранняя. Еще, как следует, не растаяла. Вдруг в пятницу, перед этим, мы молились, а молились мы там в этом старом доме, там уголок был, так у нас отгородил, как алтарик-то. А мы смотрим, машина одна, вторая машина приходит, столбы везут, крутят это, бурых крутят. И, значит, привези там трансформатор этот большой. Ставят, что такое-то мы, что такое. Что-что, свет вам. А хорошо, линия большая, это высоковольт, она проходила мимо нас, шла на железную дорогу. Вот. Если бы еще мы на год позже, то было бы очень трудно, потому что через год железная дорога отдельно себе провела электролинию, а эту линию они обрезали, им не нужна была. А мы успели в это время, когда нас подсоединили, и они подсоединили нас в пятницу, в Великую Пятницу, перед Пасхой. И мы Пасху встречали уже со светом. Был свет. А летом, вот уже осенью, наверное, уже обрезали. То есть оказалось крайнее, это возле нас. И так эта линия сейчас, она нас и обслуживается. Вот так вот было. А то с фонарем, с лампой, первую зиму зимовали, значит, с керосиновой лампой. А придумали нам еще, брат Павел, придумали так, давай, говорит, люди приедут. А приезжали тогда к нам по 20 человек, по 30 человек с города, то все были. Вы еще были на 25 лет моложе. Да. Все сестры были еще не замужем, братья не женаты. Потом уже здесь у нас все это испортилось. Все поженились, замуж повыходили. Да. Ну, а Павел Прямов, велосипед поставили выше, и он там лампочку там на 12 вольт, что ли, когда велосипедом там крутишь, сильнее, сильнее, она маленько разгорается, разгорается. Ну, и вот, говорит, он, значит, там, в той комнате, в другом, там, я, говорит, я, говорю, я как хлопну в ладошке, ты начинай крутить. Вот, а он повесил на лампочку. Ну, и все, свету нет, я, говорю, ну, свет будет, он включится. Вот сейчас я, говорю, делаю, я вот хлопну так, и свет, вот я хлопну. Он начинает крутить, свет медленно-медленно, потом ярче, реально. Очень интересно, как так это. А потом, но он скотчет, долго не прокручивать, быстро там, тяжело. Там же это, что там, динамо или что там присоединило. И все, потом опять тише, 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 и он и затухает. А что так? Ну, все, я говорю, пока вот так. Другого нет. Вот так вот было. Так, поэтому я приглашаю, кто желает, приезжайте. Молодые, кто на машинах, у кого есть, не пожалеете. Вообще, если ты так, ну, какие ко мне вопросы еще? Дмитрий Тихонович, расскажи, как береза упала на первую корову-малину, и чем закончилась жизнь изумруда, этого прекрасного коня? Ну, это тайна, чем он закончил, это никто толком-то. Предположение сколько? Был у нас конь, и он как раз на преображение. Это был 92-й год. Он был за колочком привязанный. А привязан я так, небольшой такой, это, загнутый, острый. Я забиваю это, не забиваю, просто втыкаю в это, и он ходит на веревке-то. Вот. И мы стоим там на веранде, и что-то так это рассуждаем, там гости, это праздник. Вдруг смотрим, он несется, веревка за ним. Он в сарай, а вперед проехали на телеге, там конюха что ли ехали, корченские. Пролетели они, и он это. Я смотрю, веревка, а у него из спины торчит этот кол, на который я прикалывал, из спины. Ну, я заскочил в сарай, он это, он стоит, храпит. Я не знаю, не надо было, говорит, наверное, но я выдернул этот холм, и он сразу упал. Ну, здесь скорее давай там впавил, но еще, ну, зарезали его. Мясо потом мы сдали там в это. Отчего? Кто? Скорее всего, здесь только так, что когда проехали, эти проскакали они на телеге там, он как рванулся. Возьмем, возможно. Веревка была, она не очень толстая, капроновая. Она, когда натянута, она пружинит. То есть он рванулся, когда могло так, что он вылетел, и попало так, что он как упал и воткнул. На то, что сделали это как бы те, которые проезжающие, я в это, ну, как-то не ставлю такое даже, что это как теракт был какой-то. Скорее всего, было так, что выдернул это вполне возможно. Ну, кто знает, точно не знаю, так предположение. То есть он погиб у нас, этот изумруд. Потом мы давай покупать еще покупали, еще там несколько раз покупали в разных местах, там на урывке покупали. Купили одну кобылу, они, видать, там продали такую. Она, у нее оказалось, там сыроз печени, еще она у нас через полгода сдохла. Кобыла. Такого отбочения было? Как? Потом мы покупали там на Украинке, потом я жеребца купил, молодого, воронок был такой, я на нем-то вгорцовал. На этом воронке было. Потом я в этом же, опять у Валерия Григорьевича купили мы кобылу с жеребенком. Уже жеребенок был. И она была беременна. Вот. А когда я покупал, я договорился, брал ее кобылу Петр Калашников. Я говорю, вот я тебе кобылу с жеребенком, это твое, а то, что внутри, это будет мое. Ну и все. И потом она когда жеребилась, а то этого я вырастил, жеребенка, карагез, он у меня долго был. Хороший был у меня жеребец, потом его подкастрировали. У меня всегда было две лошади. Я все года держал две лошади. А уже вот последнее стало тяжело, наверное, лет 10 я уже не стал. Ну, здесь снегоходы купили. Вот. И стало легче уже. А это первый год было. Корову привязывали. А она такая была корова, она красивая. У нее рога как-то. И она такая. Есть вот даже коровы, они красивые, как люди. Красивые. У нас, помню, отцу... Это малина? Малина. Отцу нашему дали за хорошую работу премию. Телочку. Примировали с этого, с колхоза ему. Вот. И вот она выросла у нас, герань. Такая выросла у нас, значит, там, сниментальского. Она высокая. Идет в стадии. Самая высокая. Голова в сеновании держит, так она. И отец все говорит. О, вот корова у меня. Смотри, красавица идет какая. А он спросит. Дядь, тише, а молока-то дает? Молока. Ничего, говорит, не дает. Но зато красивая была. Но малина была, она и молока давала, и... Красивая была, рога такие у нее. И вот она паслась, там это привязано было. И вдруг поднялся ураган, ветер такой поднялся. О, какой ветер, страшный ветер. И вдруг одна из берез падает и прямо на корову. Где корова? Я туда бегу, а там кто правил. Я говорю, ножик скорее берите, ножик, топор. Ну, дорезать надо. Ясно, что ее там переломило, ей хребет и все. Корову дорезать надо. Тоб нет. Сам побежал вперед, они бегут там с ножом, с топором уже бегут. Подбегая, а она стоит, корова. Береза упала, у березы вот так вот ветки. И она упала, и она между этими ветками, сучками стоит. Еще бы, ну, 10 сантиметров сюда, и 10 сантиметров сюда бы. Все. Береза, там вот такая береза, ахнулась. И она между ветками, малина-то стоит. Мы ее высвободили. Мы ее высвободили, добавили там на другое место. Привет. То есть ее не повредило совсем? Совсем, нисколько даже, нисколько не повредило. Даже ее не задело никак. Ну, больше маленькие веточки, может, ударило, а так нет, нигде ничего. Все. Она, наверное, испугалась. Как я насчет этого закончил. Делал, если я не успел. Я на этом не остановился. Отрезал часть веревки, штырь, и поехал в краевал отдел милиции. Криминалистику. Это трудно было добиваться. Знакомая милиция, в больших чинах были знакомые. И они опыт этот провести. Могло быть или нет. Какая длина, я узнал, какая длина этой веревки была. И вот она воткнутая, нет. Провели, нет. На 100%. Это невозможно. Он был штырь взятый и воткнутый. В спину, тем более. Он бы отлетел, и сверху повернуться этого не было. То есть предположений никаких нету, 100%. Потому что это криминалистический опыт прошел. Ну, кто-то были бы какие-то у нас там недоброжелатели, враги. Открытых не было никого никогда. Что кто-то там угрожал или что-то. Может быть, тайно. А открыто не было. Поэтому мы этот и не брали. Что кто-то мог это совершить. Потому что, ну, не было. У нас ни с кем у нас сколько было. У нас ни с кем мы не враждовали. Там не было. Никакой, чтобы кто-то. Так, если только, как говорят, из пакости сделать могли. Может быть, вот и все. Но территориальные претензии с Ковчинскими же уже были? Нет, нет. Нет. Никаких не было таких. Все. Убрать скота. Они убрали скотину. Таких не было, чтобы там где-то с кем-то. Потому что тогда еще земля не была. Частная земля была. А это нет. Такого не было даже. Открыто не было. Были так, что то не желали. Ну, директор там не желал, чтобы мы строили. Ну, а чтобы так... Он, директор, не желал это. Но когда я шел, мне нужно было машину или трактор просить. Вот я прихожу. Он сидит так за столом. Я, значит, это. Вот, значит. Анатолий Сергеевич. Так и так нужно. Он так в окно смотрит. На меня даже не поворачивает головой. Смотрит в окно что-то там. Я сижу. Вот кто-то ему по телефону позвонит, поговорит. Я паузу сделаю. И опять. Ну, надо, Анатолий Сергеевич. Ну, сегодня у нас нет ничего. Завтра у вас не будет. Ну, как-то надо. Он ничего смотрит. Опять в окно. Вот, вернется от меня в окно, смотрит. И все. И вот так. А я не ухожу. Я сижу опять. Вот что-то там опять кто позвонит. Или кто-то зайдет к нему. Там что-то подписать. Он подпишет. А я сижу. Ну, наконец. Видать, он не выдерживает уже этого. Заходит главный инженер. Он так. На меня не глядя. Там. Дай. Выдели какой-то им там трактор или машину. Найди что-нибудь. Дай им. По неотступности. Я встану. Благодарю вас. Спаси Христосу. Анатолий Сергеевич. Все. И пошел. Ну, а то что идет, тогда уже там говорит. Кому там машину, трактор. Поезжайте туда. Вот. Он хотя так, а все равно помогал. Первый год посеял. В 92-м году. Землю-то дали. Когда я же, как был граба крестьянского хозяйства. 85 гектар земли у меня. Выделено. Посеять мы посеяли. Кого-то я договорился там посеять. Мы посеяли все. И подсолнухов посеяли. И свеклы посеяли. И что мы еще? Овес посеяли. Пшеницу посеяли. Гречку посеяли. Всего помаленько. А убирать чем? Убирать-то нечем. Ну, давай опять к нему. Он, я не знаю. А год вышел, выполнен очень дождливый. Дожди как в начале, где-то с июля месяца. Через день до через два. Дождь и дождь и дождь. Ну, мы давай, я говорю, давайте хоть овес вручную будем косить, что-нибудь намолотим, как наши молотили. Хоть немного, может, сентера два намолотим там это что. Ну, и мы косим овес-то. И вдруг приезжает этот администратор района, Метелев был, Петр Федорович. Вы что это делаете? Ну, что, нас нечем, косим. А вы с Хорщенко разговаривали? Да, разговаривали, но они нет. Ну, и, видать, он там, значит, пообещали нам убрать, как уберут свое. А дожди идут и идут. И они заехали ко мне убирать только 30 октября. 30 октября. Вот. А уже морозы начались. Снег. Снег выпадал даже. И морозы. А свеклу пообещал убрать нам Валерий Григорьевич. Я, говорит, как свою закончу, в этот же, на другой день, говорит, этот комбайн свекольный пригоню, говорит, к вам. Ну, а такая погода, они у себя половину не убрали. Мы давай вручную копать. Две машины мы накопали, два самосвала. Только всего. Надо было раньше копать, мы бы накопали 10 бы самосвалов. Но мы ждали, что придет, придет комбайн-то этот. А он не пришел. Ну, и мы накопали два этих самосвала. Создали, немножко сахара получили. Все, там давали сахар тогда. Ну, и вот мы, такой был день. Он и нет, а все равно помог убрать. Но на другой-то год мы уже там и трактор приобрели, там, чтобы вначале помаленьку обжевать все уже. Вот так вот. Так, я дополню сейчас. Открытых врагов не было. Не было. Но наш детский лагерь, строили шалаши, большие качели, баня. Все уничтожалось каждый год 18 раз, 18 лет. Ну, это было в советском время. В советском, да. Комсомольцы там и там еще. Комсомольцы. И тогда помогал он сейчас, вице-мэр города Фризен, Петр. И они расследовали, давали ответы. Ну, эти люди, они в армию, наверное, взяли. Никто не желал зла. Все по-хорошему. Вот этот директор Мануйлов, он один год позже меня учился в школе, Анатолий Сергеевич, он что додумался? Заблокировать Потеряевку. И которая, дорога идет в Корщину, он ночью прислал бульдозер и перерыл там, во втором мостике. Ну, мы стали, вот что, ходатайствовать. И, наконец, глава района приехал, Метельев Петр Федорович. Даже мы стояли, кто там стояли рядом, он не выдержал, заматерился. Да что же это они делают-то? Ну, дело дошло до кровавой прокуратуры. И они дали обещание с печатью, все. Зимой уже ничего не сделать, но весной заложим трубы и завалим. Ничего этого не сделали. А что? Передали в суд. А судья-то каучуруку тянет. И судья меня спрашивает, а у вас документация на эту плотину есть? Я говорю, ее построили 180 лет назад. Я ходил на кладбище, спрашивал, молчат почему-то. 180 лет назад их плотину делали по какой-то документации. Ну, ясное дело, что это уже не дурь. Это судья, которая получает пенсию 73 тысячи в месяц. Ну, что, нормально это? И вот такое это отношение не один раз было. Но находились люди, вот как говорил Куфаев, это первый секретарь райкома партии. Это большая шишка была. И они расположены. А среди коммунистов были люди, которые помогали. Зло везде царствует и мешает. А сейчас всем зло только идет от церковников. Вот у меня Ваня приезжал отца Павла, сын священника. И священство узнало, что он тут был. Да причастия не допускают. Он в лагере Игнатия был. Не под каким видом. Выступает у них в партии один. Да что с потеряевкой говорить? Это уже не какое-то время. Ну, допустим, 10 лет назад. Да поехать, да сжечь ее до тла и все. Это говорит в храме. Ну, а жена Павла-то услышала все это дело. Какой разговор был? То есть дьявол никуда не делся. Он только меняет позицию с другой стороны. Но у нас даже неприятности как-то так складывались, что в нашу пользу. Это Бог делал. Оно дело угодно. Если бы нашу идею восстановления деревни поддержали, еще 21 тысяча деревень восстановились. А тут выступает депутат законодательного собрания Алтайского края от КПРФ. Данилова Нина. Может слышали? Очень активная женщина. Она говорит, село потеряли. Это не просто потеряли жители. Нет, мы теряем территорию государства. Вот что за этим стоит. Ну, незаселенное, значит, оно ничье. Если корабль в море обнаружен был, и там никого нет, оно принадлежит тому, кто его нашел. Ко мне еще какие вопросы есть? Давайте. А то я сейчас уезжаю на автобусе и хочу зайти. Здесь православная выставка есть. Хочу посидеть там, посмотреть. Что обозначает, в календаре написано, Анна Кузьминична, мне задала вопрос. Анти-Пасха. Ну, как против Пасхи. Напротив. Празднуют, празднуют. Вот это у меня свадья пойдет праздновать в Никольский храм. Ну, анти-Пасха, это как против Пасхи. За Пасхой стоит. Так сказать. Ну да. Второе воскресенье за Пасхой. Это сегодня вот это. Да, да. Ну, так это. Понимаете, в славянском было много чего такого, что... Славянский язык, он говорит, понятливый всем, но легче понять бывает порой английский, немецкий. Там найдешь словарь переведешь, а это и ненадеж в словаре не переведешь. Нет, это еще. Такое. Анти здесь не означает в смысле против Пасхи как таковой, а просто по времени, по месту. Не только. В богослужении вчера... Надо на следующий раз петь. Да. Практически не было. Но это через... На 22-е. Ну, смотрите. Анти-Христ. Анти, то есть против Христа. Анти-Пасха против Пасхи. Ну, явно, что провокационный смысл заложим. Убрать его и сказать Фомина неделя. Названий-то много, но именно анти. И люди говорят, а что же мы идем туда, когда анти... Ну, неужели это не видят там вверху-то? Ну, замените это слово. По-русски слишком негативный смысл. Конечно, если такой смысл, то сомнительный надо его... Ладно, еще кого есть? Мальчика, а вы начали сеять там или ничего? Сеять Игорь выехал в Пятницу. В Пятницу выехал сеять горох. Горох он хочет посеять. 50 гектар гороха. Вот, купил семена. Ему продал долгов семена. Вот, семена по 15 рублей, кажется, килограмм. Были так вот где-то. Начал сеять он. Сеет. Ну, так вот, пока все. Остальное там все. Так, по хозяйствам все делают. Прибираются все. В огородок копаются все делают. Сеять начали. А вы будете сеять и пшеницу или еще? Да я уже ничего не буду сеять. Я уже, наверное, отсею. Будет он сеять пшеницу, гречку, овес и горох. То есть, помаленьку каждое. Почему? Потому что это нужно для сева оборота. Вот после гороха земля как бы обогащается. То есть, это там другой какой-то. То есть, менять нужно культуру. Если на одном месте одну и ту же культуру, то это плохо, так говорят агрономы. И он старается это так и делать. То есть, участки, несколько участков, он меняет. Где-то гречку сел в прошлом году. Но в этом году там другую культуру сеют уже. А как в овес сеяли, взяли на элеватор, а потом не заплатили за трактор-то? Расскажи. У нас негде хранить было в первые годы. Я оставил там 30 тонн овса на элеваторе. Весной, когда приехал, получить-то думал, что ли? Овса нету. А нет, они посчитали. Вот, говорят, за хранение. В месяц там за хранение столько-то, столько-то, столько-то. И я оказался, что я еще должен был. То мне полдетели, говорю, нечем, все. Ну и все, я повернулся, ушел. И все, 30 тонн овса осталось на элеваторе. Они все посчитали. Сколько электроэнергии, сколько раз там перегоняли. А может, у него не перегоняли. А может, осенью продали. Кто там знает. Ну, короче, ничего не получилось. Вот и все. Когда в продах держится, все не перескажешь. Многое, что было, но все пережили. И дальше жить продолжается. Когда в продах держится, пока держится. Сейчас никуда не, сейчас до следующей весны будет держать. Это точно. Как там Володя с Никитой? Прекрасно. Соскучилось? Да. Переживаем на них. Как они там обжились. Виталий как там? А? Виталий как, Калиников? Ну, с ними. Я с ним близко. Мне некогда дома. Он там с ними работает, Виталий. Работает Виталий. Там они тут полтену там укрепляли. Там эти садили деревья. Привез там нам отец Игоря Барабаша 50 с лишним этих саженцев тополей. Пирамидальные. Пирамидальные. Вот они там топольки эти рассаживали все наши. Садили. Вот. И так вот. Что? Рыбу запустили, да? Что? Рыбу запустили. Рыбу запустили, но что будет? Купили мы рыбу 15 килограмм. Рыба такие уже. А какие? Годовики. 350 рублей килограмм. Да. Килограмме 25 штук. Кто? Карасиники? Карп. 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 Так вот. Если выживет, тогда поедим карпа. Он же большой. Ну, сейчас кормить, там отходы бросаем, там все. Сейчас услышат по интернету. Да, и все поедут. И все поедут. Как по плане. Поедут. Его ловить только на следующем, через год может быть, если выживет, то только тогда. Не залив. Но мы запускали, лет, наверное, 10 назад я была. Брали, мы весной маленьких мальков брали. Привозили там с алфатом ходили. Осенью я на удочку ловил примерно вот такие вот уже были. Все лето выросли такие вот. А зимой погибли. А зимой все погибли. Воды было мало, и не все погибли. Воды мало. Причем за прорубь. Мы запускались. Большой. Так, все. А с братом не можно приехать в твою родину? Я его знать не знаю. Чего ты меня спрашиваешь? Кто он такой брат твой? Ну, он был в прошлый раз. Ну, Сыгнать Тихонович, решайте. Я был, он знает. Я его не видел в газа, не знаю, кто он брат такой. Кто приезжает к нашим, кто в гости, то ответственный за гостя тот, кто его привозит. Вот. Поэтому я тебе скажу. Вот я в своем доме вас принять не могу. У меня будут занято все. Приедете, где вы будете, там вы уже сами. Так, все. Сейчас я немножко приведу. Просто я сейчас попью чуть-чуть. Все. Спасибо, Христос, батюшка, ангелохранительное. Поднимайтесь, по-добру. Не судите на несудимом. Мне хотелось, чтобы батюшка кто-то поехал, там, на православном выступе, поснимал. Спросил вас, чтобы разрешение с ним ходить, где он будет походить и что делать. Дальше. Так, пока батюшка там что решает, я еду, наверное, в пятницу на день деревни. И я прошу, кто может поехать помочь? Какой-то машина, там, Андрей. Поехать. Батюшка сомневается, он будет в гражданском, не в облачении. Ну, ладно, это в облачении. Брат. Надо какую-то команду помочь в ладжере. Я говорил с этим, Костю, кто был, Валерий, ты все знаешь там. Поехать, взять с собой сестер, там, мазать, штукатурить, потому что от глина все там где-то что-то размокло. И каждый год нужен не косметический ремонт только, а там настоящие дыры и работа большая. Кто мог бы поехать? Чем раньше, тем лучше. С Сергеем я выезжаю. Загрузить машину, кто едет, заехать к нам. И мы дадим вещи, какие туда нужно увезти. Если будет дождь, я на своей машине не проеду. Нужен вот, как у Андрея, джип или как у Севастя. Так, кто мог бы из сестер? Там работать только надо. На этой неделе, кто может поехать? Лес, рука. Только ехать на пятницу, чтобы хотя бы дня полтора поработать. В воскресенье там я работаю, и будет праздничный день. У вас в воскресенье вообще запрещено. Так, я ко всем обращаюсь. Вадим. Что-то у него голова, я не пойму, болит? Болит. Трясет так, старо-стану. Ну, по порядку, братцы, растянут. Никав, так же голова моется. Трясучка нашла. Это Каину, говорит, дам какой-то знак. Какой? Святой Виссарион говорит, трясучка. Он все время трясся, боялся, и как под старость человеча. Так, Андрюш, готов? Надо спросить, директор отпрашивает, а когда ехать? Ехать в пятницу хотя бы. А во сколько в пятницу? Ну, вот, на этой неделе. Ну, сколько? Хоть во сколько, можно и вечером даже. Я спрошу и поставлю. Ну, после работы в пятницу? Ну, если у него рабочий день, лучше... Ну, проси, рабочий день заболеешь, же отходится без тебя. Так, Миша, ты дежуришь? Барен, и как? Пусти. Я работаю. Галя хотела... Ну, на субботу хотя бы, пять часов вечера. Я в субботу работала. Загуляла Галя еще хотела поехать. Галя заболела. Заболела? Ну, заболела, но может на день разболеется. Нет, нет, она болеет. Она болеет. Она болеет. Так, кого, кого трудных-то детей? Не выздоровеет. Кто может поехать? Ну, вот, видишь, какой костяк собрался. Ну, все, все, главных работников и нету. Вон подрастают работники нам, смотри, какие. Вот, а что, загрузить полную машину? Ну, если готовы, ты мне звонишь. Ну, что? Не вызывай так, чтобы нечется. Еще? Да? Так. Во-первых, нашу маму выписали из больницы. Аллилуйя! Причем больше ничего не назначили. То есть, это хороший результат, да? Ну, можно пока не назначили. Сказали, что каждые два месяца просто показываться, быть на учете у врачей. В течение трех лет ее будут наблюдать. Вот, нет, все вырезали. Ну, в общем, все, слава Богу. Слава Богу. Аллилуйя! Поклон. Передам. Да, поклон передавай. Поклон. Я собираюсь в путешествие к своим родным. Уезжаю на месяц. Буду где-то в конце июня. Если у кого-то сердце расположено, тогда иди. 19-го. Майя. Майя. 19-го мая, обратно 20-го. Москва, там как Бурдас. Ну, говори уж, что-то уж, как Бог. А я и сказала, как Бог даст. Дальше я не знаю. У меня визы еще нет. Да нет, еще я визы нет, еще не решила. Да, не знаю. Давайте потом решим. Я сейчас просто не знаю вообще. Ну, как потом-то надо. У нас еще говоришь-то. 19-го мая. И еще. 20-го. 20-го. Вообще я всегда говорю то, что думаю. Ну, я не все говорю то, что я думаю. Но если я что-то говорю, значит, я так думаю. Я вот наши ролики не смотрю. Мне интересно, честно. Ну, на прошлой неделе я посмотрела один наш ролик. Я его посмотрела два раза. Сначала до конца. Там был диалог Игнатия Тихоновича и моего мужа. Я, знаете, до такой степени живой ролик и животрепещущий. Я прям всем советую посмотреть. Ну, я думаю, вы подойдете. Называется, куда иголка, туда и нитка. А еще почитайте комментарий под ним. Тоже очень интересно. Ну, комментарий я не видела. А ты почитай сегодня. А я не видела. Ну, ты мне ссылку тень, потому что у меня с Ютуба там без комментариев. Ага. Ну, обычно, может, там что-то нажать надо. Я и посмеялась, и погрустила, и поплакала, и подумала. Ну... Почаще смотри. Нет, нет, Юль, я пробовала. Это не то. А тут до такой степени получился живой интересный диалог. Игнатий Тихонович, вам с Игорем надо больше делать роликов. Потому что... На работе мы все с ним делали, они все живые. Нет, ну, то заказные были ролики, а тут получилось все стихийно. Вот с моей подачи. И очень живо, да. Я услышал одну фразу, которую сказал Игорь-то. А Сережа приехал, я говорю, а ты Игорь так сказал. Сказал, а ну-ка, зови его сюда, сейчас мы переговорим. Ну, я знаю, но вот я говорю, то, что экспромтом, оно получается иного раз более живое и интересное. Вот, так что я всем советую посмотреть этот ролик. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Еще какие просьбы, пожелания о болящих? Петяна Кузьмич, все присмотрели наши болящие? Ну, вот все больные, так они без списка у батюшки. А Галя Забуляева заболела, и она серьезно больна. Ей надо лечиться, она вот тянет. Надя от Муха у нас заболела, простыла. И Вениамин, Веня, и Ленчук. Вот, ну, Людмила Николаевна, ой, Людмила Степановна, путешествующая. Долго? Путешествующая. Да нет. Что? Насколько она уехала? А кто ее знает, неизвестно? Да на фасонке, да. А Аня, Николай и Аня Шкрученко с девочкой уехали в деревню пока за путешествующих. Ну, Игорь Бегунов у нас, батюшка путешествующая, ну, все. А Сергей вот у нас из Воронежа. Сергей, из Воронежа, никогда не забывайте о нем, постоянно молитесь. Как у него было? Ну, как, ну, состояние такое же, как и было. Молитесь, чтобы Господь избавил, особенно маму, его от пропота, уныния и отчаяния, чтобы она вот от того, от потери мужа никак не может все отойти. И поэтому, молитесь, чтобы Господь вразумил ее, наставил, поддержал, осенил Духом Святым. Потому что без нее и Сережа тоже будет беспреклядно, так называют. Они как бы в одной связке. Так что молитесь, Татьяна ее зовут, Татьяна Линча. Сергей постоянно нуждается в молитве. Он наш, член нашей общины, считает себя таковым. Мы его считаем нашим братом, членом нашей общины, и он постоянно о нас молится. Я, когда переписываю с ним, пишу ему, помолись о мне грешном, он говорит, да я всегда помню о вас. Так что не забывайте о нем. Я немного о болезни скажу. Сегодня ночью Надежда Васильевна сильно заболела. Все-таки болезнь связана с внутренним состоянием. А на сколько раз он, Виктор Андреевич говорил, он ее следует. Это внутреннее. Болезни идут отсюда. Сразу, среди ночи, около 12, звоните Але. Ну, где она, Алифина-то? Ну, она сама из больницы только пришла. Ей-то зачем звонить-то? Прямо паника начинается. У нее приехала племянница. Ну, тоже связана с медициной. Ну, в 12 ночи. Человеку под 80 лет. Ну, что вы трепещете-то? Главное, приготовиться к смерти, к исходу. Вот прямо с мертвой хваткой хватается. Никто уже не поможет. Организм истратил все. Уже ничего нет. Кислородную подушку поздно, говорится, под голову ложить. Я... Меня стучит. Самая главная девчонка. Мне там, это, три года ее уже, наверное. Это, Гликерия, это. О-о-о-о. Это талант, артистка. Я зашел, она вот так вот руки сложила. А сама в одних трусиках и сверху халатик. Ну, прям принцесса. Так, а вас кто звал туда среди ночи? Ребенку три года нет. Трухи вот так. Я тогда сразу, глядя на нее, руки сложил. Так, да мне же моя жена живет здесь и позвонила. Устенку ударила. А я дяде, братке, дед Володя, Устенке. Я братке расскажу. Приходил, я говорю, а что ты командуешь-то? Ну, и стоит около нее Надежда Васильевна. Лет на 30 постарела за одну ночь еще. Где-то по 95 ей получилось сразу. Невозможно прямо. Я говорю, если только нет специального указания давать уколы, чтобы вас там умерщвлять. А какая тебе польза? Плати деньги-то тебе. Тебя мать Агриппина Евсеевна и моя теща. Вызвали ее? Вы вызвали ей. Ей дали укол. И она больше не проснулась. А теперь виновны мы. Вы виновны. Вы все время говорите. Зачем теперь это же делаешь? У меня все болит. Куда ни возьмусь. Ноги там не шевелятся. Главное расшевелись. Я перед Богом на молитву встань. Тромбоза разная. Вчера высчитал самое лучшее против тромбоза. И разглаживает лицо все остальное. Мед. Настоящие с пасеки. Ложка меда в теплой воде и каждый день. Утром, вечером. Потрать туда деньги пенсии-то. И нигде не мешайся. А сегодня сколько врачей-киллеров, которые специально там в Голландии, автоназия разрешается там и прочее. Зачем лезете? Молодых лечить надо. Как только кольнет, ну все, на ноги все поднимают. Я против. Вопреки помощи никто никому не окажет. Вот организм иссяк. Там ничего нету. И Сергей мне вчера кинул материал такой. Посмотреть. Я никогда не видел это. Раз посмотрел, да, с батюшкой. Как анатомирует человека. Он лежит мертвый. И все снимается. И в конце, который все это делает, режет там, расчленяет кандидат медицинских наук. Дальше. Который комментирует. Видно, что он быстро схватывает, что он делает. Кандидат медицинских наук. И вот как лежит человек. Лежит труп. Ну, видно, что лет 30. Волосы все целые, густые. И как какой нож называется. Вот так раз. Теперь шкуру эту заворачивает куда? До подбородка. Теперь сзади. Все это выставлено. Притом, не один ролик. Я около, наверное, десятка посмотрел. Только с разных позиций. И дальше что? Как ножовка по металлу. Вот так вот распиливает голову. Вот это вместе. Вот так вот. И теперь череп резко там такая, как выдерга. Ломает и откидывает. Теперь как мозг вытаскивает. Что где-то зрительные каналы перерезает. Все комментируется. Классно сделано. Но ты сидишь и думаешь, а полезно ли это? Златоуз говорит, более полезного нету. Ходите там, где хоронят. Где судят людей, где казнят. Чтоб ты задумался о самом себе. И я подумал, кто у нас скончал медицинский институт-то. Какие они все-таки молодцы. Как много они знают. Да и сейчас она отлично учится. Явно, что это не прохожие. Она знает, где примерно болит хотя бы. Вот это вот. Тут оказывается голый человек. А вот здесь как где-то там мышцы есть. И как их соскабливают. Дальше как располосают отсюда. И вот сюда пах. И дальше лежит мужчина. И как раскрывают все органы. И откуда берут патологоанатомы, или как назвать их, которым отдается это все. И все кишечник, все проверяет. Наконец, ага, здесь у него застой влажности был. Значит, был удар там или что-то у него. Он комментирует примерно еще пока то, что неоспоримо. Кто это придумал так делать? Другой. Вышел мужчина во двор. Кто-то сказал, собака интересно забежала. Такая красивая, с бакенбардом. Он не знает, что это енотовидная собака. Он решил ей давать из руки. Зачем? И она его тяпнула через рукавичку. Ну, мужчина еще, он залил спиртом. Проходит дня 4, у него голова закружилась. Теперь он лежит и все это снимает. С ним врач беседует. Интернет не боится то, что показывает. И патриарх не боится, все снимает. И Путин не боится, снимает. Это наши только вот, которые. Что снимаете, что снимаете? Потому что это знание. И кончилось чем? Вот каждый день показывает, какой день, какой час. Какие у него сектомы. И у мужика все разговаривает нормально. Боязнь воды. И, наконец, показывает уже, припаривает мозг. Укушенный бешен, бешеная собака. Ну, дикая собака, енот. Как надо опасаться всего. И разные болезни. Наркоманка умирает как. Какие в язвах тела, где она колола. Полезно? Отрезвляюще действует. Даже наркоман посмотрит и то попятится. Абсолютно все. До единой косточки. А потом, что бывает с нами, когда умираем? Почему бледное лицо, тело бледное? Кровяные шарики, ретроциты теряют свои свойства. Через сколько часов? Когда начинается разложение. Какие в человеке внутри, даже в вакууме будут лежать. Там у него есть черви. До 300 разных червей, говорит. Какие-то мелочи. И как они съедают, как подырявляются, как утекают. Если в лесу где-то, то все вытягивается и костей даже нет. И ты думаешь, кто ты? Ну, я выставил. Я чудно создан, Господи. Дивно. 138-й псалом. И как об этом Соломон говорит. Я не спал на землю. Обнаружил крик, плач. Ни один ребенок не родился, чтобы улыбался. И умирает тоже. Лесо исказит больно. Потом у праведников иногда даже улыбка застывает. И это все в интернете. Мне скинули, я вчера нашел. И дал отзыв. И у меня перед врачами прямо какое-то такое благоговение появилось. Как много они о нас знают. И более, кажется, циничных людей я не встречал, чем они. То ли они на всех людей смотрят, как на трупы, то ли что. Иду с мамой. А очки это надо было какие-то писать. И идут молодая группа людей. И матюгаются пятиэтажными. А кто это? Я одному говорю, что ж так смотрите. Это на территории... То есть что-то, это студенты пятого курса медицинского курса. То есть очень цинично. Они не человека смотрят не как на совершенство, а как на возможность что-то опознать. Я не понял даже психологию. Кажется, наоборот, они должны жить в страхе. Ни одного слова худого не сказать. Что я вчера поимел? Ну, это же люди, пришедшие из мира, которые не знают Бога. Поэтому им все равно, кто они, врачи или кто. Страха Божия нет. Я, пользуясь вашим, так сказать, мнением о врачах, хочу сказать, Игорь Тихонович. Ну, во-первых, Господь не сказал, в каком возрасте не обращаться к врачам. Господь сказал, не пренебрегай помощью врача. Это первое. Второе. Сытый, голодного не разумеет. Если у меня нет этой болезни, значит, я не должен не понимать другого человека, у которого есть болезнь. Я знаю, что такое гипертоническая болезнь. Повышается кровяное давление и приводит к такой состоянию человека, что он... И паника страха, и страх чувствует смерти, приближающиеся и все прочее. Ясно, что верующий человек по-разному воспринимает и неверующее это состояние. Но оно есть. И поэтому снять этот гипертонический кризис нужно лекарствами, элементарно. Поэтому помощь нужно оказывать. И что касается Надежды Васильевны. Когда-то я сказал в какой-то беседе, что да, у нее есть духовные... А у кого их нет, у наших духовных болезней-то? У кого у нас нет? Поэтому у всех есть. Поэтому я когда-то сказал об этом, что... Но это же не все объяснить нужно, только душевным состоянием. Духовным, вернее. Поэтому есть болезнь духовная, есть и телесная болезнь. И у нее она тоже есть. Поэтому я прошу простить меня ради Христа и Надежду Васильевну. И вот всех прошу помолиться об этом, чтобы... Она уже несколько раз мне об этом говорила, что вот я когда-то сказал, а теперь все считают, что у меня только все духовные болезни. А телесные вроде и ни при чем, что я артистка. Нет, тут артистизму просто одно все не объяснит. Есть явно такое телесное заболевание, которое называется гипертонической болезнью. И кризы эти могут по-разному протекать у разных людей. Причины гипертонической болезни разные. Эссенциальные непонятные причины. Есть гипертонические измененные сосуды и почки. Отсюда идет повышение артериального давления. Так что ну вот так вот, помолитесь, чтобы Господь все эти неразумения, высказанные мною, вот слова, как бы вы изгладили это. Потому что она мне ко мне уже несколько раз претензий вот говорила об этом, что я вот когда-то об этом сказал, и теперь это прилипло, как ярлык к ней. И все вот считают, что у нее только духовные болезни, а телесного вроде и нет. Есть и то, и другое, у каждого из нас. И телесное, и духовное. Да не расстраивайтесь. Еще у кого есть пожелания, просьбы? Да. Я всех благодарю за молитву. Кто за меня молился, там, про наводнение, там, все просьбы. Ну и как, наводнение минулось? Минулось все. Так, крыша течет? Крыша уже не течет пока. Жизнь течет. Все, слава Богу. Что же поделали? Поправили крыши? Да. Кто поправил? Волода. Ну вот, так называете благодетели. Вот благодетели ты называете? Да, спаси Христос, Володя. Прям хорошо. Слава Богу, помоги тебе, Господи. Ну, слава Богу, аллилуйя. Да, я покажу. Вот все равно еще я пришел когда-то. Температура такая. В избе опять печку топила. А зачем ты ее топила? Дышать нечем. Вот в архипелаге ГУЛАГ Александр Солженицын описывает. Что там было? Какая? Жили все. Вернулись? Говорят, в течение двух лет почти все спеклись. А почему? Расслабились теперь. Все. Можно. Организм-то теряет настрой-то. У тебя, если какая-то есть цель для человека... Смотрите, седок, когда к северу пробирался. Уже связанный, лежит, полуживой. Только едва чувство придет, куда идем, на север или на юг. Задача была. Умер. Ну, как-то напрягитесь на это. Сколько дал мне Бог, их надо прожить активно. Почему японцы не стонут? У них с детства вкладывается национальный культ канзио. Никогда не стонать, не пищать. 88 лет, а он все еще на эту фузьяму лезет. Ну, жить нормально. Встань маленько. Земные поклоны там делают. Больше на воздухе. Еще мясо едят. Ботулизм все эти, особенно поджаренная корочка. Это смертельно опасно. Всех бляшки там вчера я насчитался этого. Когда режут и показывают. Это я ел жареное мясо. Растительное масло не поддается термической обработке. Это рак желудка кишечника. Курит, значит, рак легких. Нос валь сосет, рак щеки. Что доказывает? Это трубку курит, рак губы. Это все показано. Ну, был где-то неправильно. С сегодняшнего дня, Господи, помоги мне этот храм сохранить. Это храм. А я если храм буду окружать мусором всяким, то какой это храм-то? Одна спичка, и все сгорело. Вот непрерывный какой-то стол соберутся инвалиды, пенсионеры. А ты чем болеешь? Вот со мной встречается. С чем болеешь? Я говорю, ничем не болею. Как? Я понятия не имею. А что такое? Моя мама спрашивала. Сердце болит. Она говорит, а в какой стороне? Она не могла понять. В 86 лет она не знала, в какой стороне сердце находится. Почему? 12 детей родила. Надо больше, говорит, рожать. Не стонать. Я никогда не слышала, чтобы стонала. А что делала? Сегодня надо десятерым делать. Городка. Городка. Встает она, мать, всегда. Пол четвертого. Пол четвертого. А часов нету. Кишиги. Это Орион. Звезды. И она знает эти 12 коров вручную подоить. Два-три раза в день. Десять ребятишек. Инвалид войны. Отец мой. Без руки. Отправь его. Мать своя престарелая. Здесь же надо ухаживать. Огород полгектара. И 25 колодок пчел. Это все на ней. На косить для скотины. И это не все. Но на ночь. Идут они на ток. И там назывался клеветон. Такая машина просеет. Вдвоем женщины крутят. И только когда уже час ночи где-то на ворах упала пшеницы. И оттуда уже на Кишиги посмотрела. И скорее коров дает. Никаких болезней вообще никто не знает. И мы маму нашу лежащую никогда не видали. Один раз она говорит, до того я не могу. Что-то горит все у меня. Полежала часа полтора наверное. Встала нет. Оська пошел убирать у телят. А телят там наверное пол сотни больше. Пойду-ка я туда. А температура почти по 40 градусов. Но там тепло. Она поднялась и пошла. Идет шатается. Оттуда приходит бодро. Я говорит, пришла там разделась. И давай выкидывать. А сейчас молодой парень спортсмен не может выкидать навоз. Где-то бы деньги за компьютером зарабатывать. У нас живой пример наши родители как жили. Отцы отец то без руки. И потом мать везде все сама косила и нас учила. Вилы. Она говорит, кули носила по трапам. Кули 110 килограмм. А сегодня три ведра картошки здоровой мужичиной поднять. Ну отец наш это 50. Мы ему грузили. Он 50 таскал. Это Бог дает. Бог дает. И никакие лекарства не дадут. Оно все отрицательно где-то параллельно сказывается. Ну уж явно нельзя никак. Ну что разве у жены Кеннеди не было у Жаклина? Лекарства. Дальше 64 не прожила. Ее следующий муж был Анасис. Миллиардер. Мог продлить жизнь? Не мог. 68. А мой отец 76 израненный в войну изодранный. Почему? Потому что внутри должно быть спокойствие перед Богом. Прямо умирает, вот хватается за эту жизнешку жалкую. И от отсюда трусость, корысть. Все из-за боязни смерти. А праведники искали ее. Это показывает образец, что верующим мы или нет. Не бояться. Смерти я не боюсь. Ее нет. Есть переход с одной жизнью в другую. И чем желаю разрешиться быть со Христом. Вот и все. Да и аминь. Аминь. Да и аминь. Что тут скажешь? Здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни и вера в Духе Святом. Все? Заканчиваем. Занятия-то будут, брат? Я думал, что нет. Я не буду вести занятия. Ну, значит, некому не готовы. Здоровый образ жизни и вера в Духе Святой. Здоровый образ жизни и вера в Духе Святой. Новый Иерусалим. И слава Бога Господня на Тебе, я воссия. Свет уныни и веселись в Сионе. Ты же чистая, красныйся Богородица. Господи, защити Родину нашу от нашественных племенников, от внутренних расприй, от беззакония, которое втайне останови делающих зло. Просвети, правители страны нашей, чтобы вы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, пусть покаются в небрежении Своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое изреченной Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка Жизни, что сокрыли имя Твое Бога Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия. Алва, Отче, Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, чести, поклонение, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Маленькое объявление, только не нажимай. Вчера я прочитал, 13 покушений на Путина было уже. 13. И все до одного оповещаются. Одно место там ваххабиты где-то, издалека снайперские винтовки установили, когда он поехал в Дагестан. Пять человек. Но Господь как-то хранит. То есть молиться, чтобы не было покушений ни на Путина, ни на Медведева, ни на Порошенко, ни на Обаму, ни на Эрдогена, ни на Амана Тулеева. Они в этом очень нуждаются в поддержке молитвы. В интернете ФСБ превратило теракты в Москве, а вот со всеми дам, несколько дней назад, в Красноярске даже, так что до Сибири дошло. Продолжение обдали? А, конечно, у меня нет. Это подожди, еще не села. А, я же получил поклепку, я же здесь еще. Ну все, сейчас я вас вытягиваю. Все, выключать.